Доброго времени суток всем хорошим людям! Зовут меня Андрей Ермолкевич. Приветствую вас в своей маленькой мастерской на балконе. Сегодня буду рассказывать про разметочные ножи. Много вопросов мне приходит. А почему не карандашом? Почему ножом размечаешь? В каких случаях надо карандаш использовать? В каких ножек? Какой разметочный нож лучше? Ну, попробую в этом ролике ответить на эти вопросы. Смысл использования разметочного ножа это не в том, что он делает какие-то уже супер тонкие линии. В принципе, в продаже распространены такие вот карандашики. Тут грифель 0,5 мм, есть грифель диаметром 0,3 мм. Они неплохо рисуют довольно тонкие линии. Смысл использования ножа состоит в том, что прорез, который мы получаем, очень неплохо устанавливается стамеска. Вот так, надеюсь, видно чуть получше. Опять же, если нам надо разметить заготовку по периметру, это тоже легче сделать при помощи ножа. То есть можно вот сюда вот поставить ножик, пододвинуть угольник. Не очень удобно это все делать на камеру. Вот так вот видно, да? И провести уже линию. Ну и так дальше уже по кругу или по прямоугольнику. Получается вот так вот, довольно точно. Гораздо легче сделать точную разметку по периметру ножом, чем карандашиком. Поскольку дерево материал неоднородный, волокна имеют разную плотность, то при разметке ножом надо что делать? Первый вот этот вот прорез надо делать очень и очень с маленьким нажимом. Потому что если делать сразу сильным нажимом, лезвие ножа может уйти и ровную линию не получит. Поэтому делают несколько раз, ну, проводят ножом несколько раз, каждый раз увеличивая немножко усилия. Лезвие вот этого вот ножа имеет двустороннюю заточку, поэтому когда я провожу линию, я немножко наклоняю нож. Для чего это нужно? Если, допустим, мы делаем разметку под выпиливание шипа, то нам важно, чтобы вот эта вот стенка была под углом 90 градусов. А нож имеет некоторый угол заточки, и прорез выглядит правильный вот так вот. Чтобы получить такой вот прорез на ноже с двусторонней заточкой, его надо немного наклонять. Если использовать вот такой вот косячок, то наклонять уже ничего не надо. Опять первый прорез очень легкий, второй чуть сильнее, третий еще сильнее. Получаем вот такую вот разметочную линию. Поскольку я использую разметочный нож довольно часто и довольно давно, выработалась у меня одна забавная привычка, которую я за собой и не замечал, а заметил Иван Николаевич Баев и написал в комментариях под одним из моих роликов. А привычка какая? Что когда я карандашом размечаю, я о чем-то задумался, то я провожу не один раз карандашную линию, а несколько. Ну, два как минимум. И вот так вот усиливая каждый раз. После комментария этого я стал за собой эту штуку замечать. Ну, ноги ее растут вот из-за того, что довольно часто использую я разбеточный нож. Большого вреда от нее нет. Ну, а вот наоборот, если один раз проводить разметочным ножом сильно, это, конечно, ни к чему хорошему не приводит, как правило. Думаю, что вот для чего используется разметочный нож, более-менее понятно. Сейчас я расскажу про конкретные вот эти вот свои ножики разметочные. Их у меня несколько. Есть один самопальный вот такой вот ножичек. Ну, в общем, начнем по порядку. Чаще всего для разметки использую я вот такой вот ремесленный ножик от Стэнли. Ножик складной. Для того, чтобы его сложить, надо потянуть за вот эту вот пластмассу. Повесил я сюда кусочек паракорда. Получился такой темлячок. Тянуть стало удобнее. Нож имеет фиксацию. То есть сам он не сложится, пока за эту веревочку не потянешь. Конструкция очень простая. Несмотря на то, что тут довольно много пластмассы внутри. Сейчас я разберу, покажу. То нареканий никаких у меня не было на этот ножик. Так он вот выглядит внутри. Есть запасное лезвие есть в комплекте. Ну вот, начинка вся пластмассовая. Но работает, я повторю, весьма и весьма неплохо. Лезвие тут не биметаллическое. Поэтому можно его смело затачивать. Чем я, в общем-то, и занимаюсь. Для заточки сделал я простую приспособу. Многие уже видели мой ролик про заточку при помощи вот таких вот алмазных надфилей. Подобрал я высоту вот этого вот брусочка таким образом, чтобы когда я вот так вот вожу алмазным надфилем, у меня ширина режущей кромки совпадала с заводской. После алмазов довожу я его на пасте Гои, нанесенные на кожу. Ну, потому что разметочный нож должен быть очень и очень острым. Повторю еще раз, что дерево это материал неоднородный. И тупым ножом, и используя легкое усилие, сделать нормальную разметочную линию не получится. Положил я его вот рядышком с рулеткой, чтобы вы могли получить общее представление о габаритах этого ножа. Поскольку в разметочном ноже основная работа приходится на самый его кончик, вот этот кончик первым и обламывается. Ну, что у меня и произошло. Подровнял я его немножко на алмазах и продолжаю работать. Ничего в этом страшного нет. Следующим ножом, которым я довольно часто пользуюсь, это вот является вот такой вот японский косячок. Использую я в основном его для разметки прямых шипов. Лезвие у него двуслойное, это ламинат. Сейчас попробую показать, может быть будет видно. Вот, наверное, виден переход. Эта вот часть блестит, а вот эта вот часть блестит чуть поменьше. Потому что снизу здесь высокоуглеродистая сталь, а вот это вот, так сказать, мясо из низкоуглеродистой стали. Точу я его на Арканзасах с использованием масла и довожу на пасте Гои. Кончик вот этого вот ножа изначально был вот так вот скруглен. Так что это было прямо с завода предусмотрено. То, что если сделать тонкий острый кончик, он обломается. Где я его покупал, я сейчас уже и не помню. Помню, что он назывался японский ремесленный нож. С обратной стороны он какие-то иероглифы. Кто знает, японский может прочитать. Если камера сфокусируется. Очень часто в зарубежных роликах можно увидеть, как размечают при помощи ножа со стреловидным лезвием. Сделал я себе тоже много лет назад вот такой вот ножик. Лезвие здесь из ножовочного полотна по металлу. Но само качество вот этого ножовочного полотна очень низкое. Это белорусское полотно. Тупица оно на раз. Но оказалась очень удобная такая вот ковырялка. Туда, куда приличный нож совать не хочется. Можно вот этой вот ковырялкой что-то подъесть, подрезать. Ну и как тоненький мастихин где-то можно использовать, чтобы клей там пропихнуть. Из приличных ножовочных полотен по металлу, типа бака, стенли, сделать ножик не получится, потому что там биметалл, то есть тоненькая полоска быстрореза и обычная легированная сталь, но которая не сильно закалена. В общем, получил я в итоге неразметочный нож, вот такую довольно удобную ковырялку и через какое-то время купил вот такой вот стреловидный разметочный нож, это Хатори. И вот с этим вот ножом, если честно, у меня отношения как-то не сложились. Сейчас объясню почему. Основное преимущество, ну как бы преимущество вот такого ножа, что можно как проводить вот такие вот линии с одной стороны, так и с другой. Но вот с этой стороны проводить линию разметочную мне крайне неудобно, ну потому что я правша, а проводить линию вот с этой вот стороны угольника мне, честно говоря, неудобно и несподручно. Мне гораздо проще перевернуть вот так вот заготовку и провести нормально линию. Лезвие у этого ножа довольно толстое, порядка 3 миллиметров. Если честно, то не очень удобно мне им размечать было ласточкины хвосты, особенно когда надо было вот с этой вот стороны проводить линию. Не знаю почему, но в общем с этим ножиком у меня отношения, честно говоря, не сложились. Лежит он, ждет хороших времен. Может я когда постигну дзен, тогда буду им пользоваться. Один из самых харизматичных ножей, которые я встречал и которые можно использовать для разметки, это вот такой вот нож Кершу. Открывается он вот так вот и имеет вот такое вот лезвие. Преимущество его в том, что он прекрасно ложится в руку вот так вот. То есть здесь все гладенько, скруглено. Так вот им работать очень и очень удобно. Заточка здесь двусторонняя, поэтому надо делать небольшой наклон. Беру я его часто с собой, когда просят меня врезать там петли или замочки, друзьям, знакомым, на карман повесил. Очень удобная штука. Купил я его совершенно случайно, долларов за 20. Жал он в магазине на распродаже. Называется он, по-моему, Ниц Ворк. То есть нуждающийся в работе. Но вполне себе удобный нож для вот таких вот дел. Наверное, на этом и все. Кому ролик понравился, ставьте лайки. Не понравился, вы знаете, что делать. Спасибо за просмотр. До свидания.